Дорогу на улице Академика Харитона расширяли в сторону леса, и перед началом реконструкции необходимо было подготовить территорию и вырубить часть деревьев и кустарников. В июне 2017 года администрации и генеральный подрядчик заключили муниципальный контракт по реконструкции улицы Академика Харитона, в том числе и по вырубке деревьев на этом участке. Компания Андрея Гришина стала субподрядчиком у третьей организации. Объем заключенного в договоре составлял площадь 0,7 гектара и вырубку 624,6 куба древесины и 400 метров кубических порубочных остатков. К договору прилагалась схема расположения лесных насаждений, характеристика и объем древесины, подлежащий заготовке, расчет платы по договору купли-продажи и акт приема-передачи. На выполнение всех работ субподрядчику потребовалось чуть больше месяца, после чего события приняли неожиданный оборот. Тревожный звонок для Андрея Гришина прозвучал, когда на полигоне ТБО сообщили о том, что норма порубочного остатка по договору уже превышена и вывозить по ней корни и ветви деревьев на городскую свалку уже нельзя. Так как у нас в договоре указано, что вырубка производится совместно с вывозом одновременно, здесь на территории улицы Академики Харитона стали собираться большие кучи с порубочными остатками. О ситуации Андрей Гришин сообщил в администрацию. На место вырубки выехали представители Управления капитального строительства. Руководитель компании субподрядчика сообщил, что все нормы по площади вырубки и объему древесины выполнены. На что Андрею Гришину поступило неожиданное устное предложение. Продолжать дальше производить работу, потому что в ложный срок мы не уложимся, чтобы сдать объект вовремя. На что я спросил разрешительные документы. Мне сказали, что все в порядке, что продолжай работу, задерживайся вечери и выходи в выходные дни. Поверив чиновникам на слово, Андрей Гришин продолжил вырубать деревья под расширение дороги, после чего зашла речь о территории под парковку. В проекте расширение дороги обозначена территория с асфальтобетонным покрытием и бордюрами, напоминающая стоянку автомобилей. Но обозначена она в лесу, совсем не там, где расположена сейчас. А в схеме, приложенной к договору купли-продажи лесных насаждений, парковки и вовсе нет. На деле местоположение стоянки менялось несколько раз. В первоначальном варианте под ее территорию попадала даже лыжероллерная трасса. Без нормативных документов, без разрешительных документаций вдоль дороги отметили краской периметр. Которую надо было вырубить. Я совершил рубку древесины под их чутким надзором. Не было в схеме расположения лесных насаждений и территории лесопарковой зоны напротив музыкальной и художественной школы. Ее Андрей вырубил также, положившись на обещание должностных лиц. Я задал вопрос руководству, почему улица Победы, детский лесопарк, никак не указан в схеме расположения лесных насаждений. Мне сказали, что не переживай, все документы имеются. Я совершил рубку на длину 22 метра, то есть, как и здесь, от поребрика существующие дороги. По итогу цифры, указанные на бумаге и объемы работ, выполненные субподрядчиком по факту, отличались в разы. Напомним, что по договору это 0,7 гектаров лесных насаждений, 624 кубических метров древесины и 400 порубочных остатков. Если даже замерить по прямой, длину дороги, которая входила в реконструкцию, составляла 850 метров длины и 22 метра ширины, что получается 1,87 гектара. Это не считая стоянки, вырубленной по 37 автомобилей мест. По словам Андрея Гришина, никаких обещанных документов, а соответственно и денег за работу сверх заключенного первоначально договора он не получил. Сейчас в ситуации разбирается полиция, следственные органы и прокуратура. Мы направили официальные запросы в администрацию города и лесопарковое хозяйство. В ответе на вопрос, соответствовал ли результат выполненных по договору работ первоначальной схеме вырубки, чиновники ссылаются на проектную документацию. В ней указано, что площадь вырубки 15202 квадратных метра, что составляет чуть больше полутора гектаров. Эта цифра тоже имеет мало общего с реальностью. Администрация с нашей фирмой не выходила ни на переговоры, ни на какие-то дополнительные условия, чтобы как-то закрыть свой долг перед нашей фирмой. Фирма у нас обанкротилась. Цифры разнятся, данные на бумаге не соответствуют реальным показателям выполненных работ. В документах по расширению улицы Харитона слишком много несоответствия. Чтобы восстановить справедливость, Андрей Гришин обратился в прокуратуру и следственный комитет. На основании проведенных проверок было установлено, что лесным насаждением был причинен крупный ущерб. Следователи возбудили уголовное дело по статье 260 «Незаконная вырубка лесных насаждений». А по факту превышения полномочий должностным лицом возбуждено уголовное дело по статье 286.